друзья здравствуйте снова краснодар и снова цветочный рынок теперь я выезжаю по средам поэтому думаю в четверг уже буду выставлять видео сначала обзор моего товара ну вот смотрите это ампельные очиток или седум сан спарклер очиток эверса это зебрина вот зебрина есть зеленая а есть такая вот фиолетовая она немножко оттенки разные ну и мой колеус ампельный вербейник монетчатый вербейник у меня под сеткой притеняющий поэтому зеленый никак желтым не становится вот это кудрявый хлорофитум еще вот такое вот есть это у меня не новинка просто как-то мне не особо нравится размножать его поэтому вот такой пушистенький как зайчик и помея моя гортензия гортензия шло свакербарт ну вот тоже жарко потом мы ее не подкармливаем поэтому она вот не очень такая выразительная яркая и голубого глазка пока нет но весной будет это воду белая ну вот вот тут высокие смотрите высокий сорт это пепперминт вот пепперминт вот такой вот если вот смотреть по ладони вот такая шапка это даже летняя шапка чё говорить уже весенние конечно он намного крупнее ну там мадам эмили мульер или сестра тереза вот их два у меня было и все время путаю потому что летние они почему-то без зубчиков идут а весной они зубчиками ну альпенглюхин моя бекония декоративно-лиственно да вот гортензии продаю по 700 рублей хотел сказать но не особо охотно то и берут по 700 рублей сезон прошел а весной вот были цены и тысячу и до полторы вот такие кусты ему пока вот такая цена бегония декоративно-лиственная ну по 300 рублей я ее да вот хотела акантос вынесла первый раз не знаю почем его продавать у меня-то дома большие кусты самый маленький горшочек нашла здесь у меня их сколько там ну не знаю может быть двадцать штук думаю чо их на зиму оставлять вынесла цену не знаю какую брать но не знаю ну ну минимум там двести я не знаю рублей вот это комнатный не знаю название мед это традиционное мое вчера женя накачал новенькие еще и оказалось что они все разные по вкусу не знаю вчера еще не пробовала вечером уже по темноте привез так теперь молочай или эуфорбия вот посмотрите они уже какие выросли я постоянно показываю вам их были совсем маленькие в кассете получили там было вот сантиметров три-четыре высотой сейчас они вот наверно высотой сантиметров тридцать но те которые прищипывала вот эти белые прищипывала они уже по два по три стебля конечно низенькие хаутюния никак не краснеет у меня растет 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 наверное она должна может быть когда зацветает краснеет и потом она под притеняющей сеткой растет у меня это кудрявый хлорофитум по сто рублей ну никак там бегонию я приобрела сейчас я вам буду обзор делать показывать и расскажу где я купила по какой цене так статица сережина сто рублей это седум это мое нарвала отчиток или седум ну вот он такой высокий и гиацинт водный прошлый раз все продали по 50 рублей продаем потому что размножается в геометрической прогрессии в бассейне места нет вот настолько вот ну хоть бы немножко разрезать разрядить бассейн это не мой это у старшего сына у них вот бассейн поэтому они рады возьмите хоть поскольку говорит продайте вернее хоть поскольку так дальше дальше фикусы фикусы все время показываю я надо спросить цену сейчас спрошу потому что интересовался кто-то ценой так георгинчики это паслен дикий да вот здесь я брала бекони в бегония декоративно-лиственная вот здесь у него четыре сорта это серия рекс но вот в общем-то со специалистами беседовала они говорят рекс это означает просто как пестролистные сорта ли но в которые ну разноцветные они говорят все рекс ну я не знаю я не могу сказать хотя вот мне показалось что бегония декоративно-лиственная она по сериям но вот это вот не очень крупная это мелкая бегония я так полагаю что она мелкая потому что я заказала вот такую же по 200 рублей стоит она сейчас покажу какой горшочек вот смотрите а там деток много вот если ее раз в разделить то там где так много и за 200 рублей я считаю что это очень даже хорошая цена поэтому приезжайте и приобретайте это бегония вечно цветущая скажите фикус какую цену у вас вот фикус 200 250 рублей кто спрашивал у меня вот зебрина я так полагаю что вот это зебрина еще третья расцветка то есть у меня их две расцветки одна зеленоватая одна немножко красноватая либо это другой сорт либо это условия произрастания может быть она где-нибудь на солнце была ну в общем я не знаю но вот здесь совсем другое другая расцветка здравствуйте мы ваши подписчики сейчас я пока снимаю вот это вот это вот это вот это ж моя подписчица спрашивает что это такое обратила внимание на клематицы да вот 400 рублей вот такой клематиц махровый вот фотография есть горшок сюда подойдите мне сейчас я крупно покрупнее сделаю какая какая обрезка как называется вот такой а вот это что вот это продюска зебрина вот третья расцветка вот у меня две а это третья зебрина вот это вот вот это что это такое большое аллаказия аллаказия какое доброе дело делайте спасибо большое и вам спасибо аллаказия первый раз вижу такое не обратила внимание сейчас спрошу цену аллаказии вот здесь дихондра скажите вот цены мне дихондра вот это аллаказия полторы тысячи маленький горшочек 800 вон тот но поменьше по сравнению с другими а маленький кустик да 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 а вот это скажите вот это что водная да мне показалось да водная он сказал водная да вот это вот красавец не слышу а дихондра сколько ваша 200 дихондра 250 200 вот видите как мои подписчики торгуются 200 и не на рубль больше потому что она оптом берет она берет да так вот кто-то у меня спрашивал антону и чтоб я приобрела детку и выслала вот сейчас я скажу вам покажу вам детки детка стоит 100 рублей но вот лантана сама по себе они видите какие расцветки вот желтая я честно говоря не разбиралась них но она размножается знаю что черенками и скорее всего она дома тоже растет и цветет она с весны и до ноября буквально два три месяца перерыв и все вот я здесь вот чувствую запах аромат от нее еще вот такое такая расцветка просто вот просто вот как-то расплывается изображение сейчас я издалека так так хозяйка занята не буду спрашивать цены сейчас вот покажу вам еще лантану вот лантана детки вот эти по 100 рублей вот есть желтая и вот такая вот цветная вот куплю вот это моей моей подписчице вот куплю вот эту цветную все равно буду заказ отсылать и положу вот это так еще вот такая традисканция есть помните я говорила пестренькая да вот есть среди пестрого еще зеленая то есть она бывает что вот расщепляются какие-то веточки какие-то не расщепляется расцветка вот фикусы по 250 комнатная гибискус комнатный вот я вам прошлый раз показывала этот раз опять вот стоит вот такой красавец вот потом хризантема пошла шаровидная это молочай комнатный гибискус гибискус уличный вот гибискус вы меня спрашивали да бывает еще древовидный гибискус она как дерево такое небольшое то есть на одном стволе и много-много веток и получается тоже гибискус вдоль дорог вот высаживает ее у нас в краснодарском крае они сейчас как раз цветут а это гибискусы другие они вот растут такая вот ну куст то есть все эти ветви они из земли идут не от стебля и земли это вот кустовая как я поняла гибискус так теперь дальше что цветная капусточка начинает расцветку набирать не цветная декоративная лиственная капуста да это у лены я прошлый раз делала обзор вот ее дибискусы вот ее дибискусы вот у Люды кто-то у меня спрашивал розмарин по моему да спрашивали Люда подойди пожалуйста у меня спрашивали эти лаванду точно лаванду лаванда вот это? да это низкорослая цветет все лето 50 см высотой это будет ее называют еще горшечная она может на балконе растить в горшках и в клубе это белая лаванда это все лаванда да белая лаванда спрашивали продает ли у вас лаванду пожалуйста вот белая лаванда это вот горшечная низкорослая где угодно садите сажайте голубая но это ранняя уже отцветает а это вот только зацветает ранняя отцветает а это только лаванда тоже это отцветает и сколько стоит? оптом 250 оптом 250 в розницу 300 да я полагаю вот а вот это что Люда? тимьян а это тимьян ползучий не ползучий нет 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 это ветра стучий это который в магнитах и гиперах продает приправа мясо и велье вот отчетите по нему и пятка стучит сколько? есть ой какой аромат близко к мяте что-то вот это что-то там перец что-то лаврушка а там не сочетается и лимон не пугалась так сочетается несколько перец лаврушка лимон тут машина в скалы и розмарин а это розмарин вот смотрите розмарин кустик ну вот надо сказать вот смотрите горшки большие кусты взрослые поэтому на дешевую цену не рассчитывайте горшки на 2 и 3 литра кто может люди не слышно и розмарин здесь 50 ага 200 рублей вот этот а это 250 сейчас дальше посмотрим ну вот этот ряд здесь знаете такой вот что сухоцветы потом то что с полей то что ну то есть это привозят в розницу продают еще вот хотела вам сказать вот это вот сухоцветы да вот засушенные там пшеница на букеты да вот спрашивали а еще вот там вот подальше я вам покажу ага я поняла что а вот дальше вот там вот это мята засушена а это лаванда ага это мята да вот а вот дальше сейчас вот не могу пройти тут машина как-то вот видите никак не проехать не пройти они не они не могут проехать и люди пройти вот теперь вот хотела опять же вот эти сухоцветы вам показать вот смотрите вот эти сухоцветы их еще специально вымачивает и обесцвечивают и вот вот это все обесцвечено очень красиво да вот видите какой букеты я как-то смотрела в интернете нашла технологию как это все вымачивать да елки-палки это вредно для здоровья это просто невозможно да вот сейчас еще покажу вымоченные вот смотрите еще букетики скажите сколько вот такой букетик стоит у вас вот это 150 да ну вот смотрите за эти 150 рублей вот гидроперите вымачивать там я не знаю сколько сушить вот с этим столько возни и мало того и потом вот 150 рублей я считаю что это конечно дешево ну 150 да ну вот просто я не знаю вот назад вот эти все по 200 да ну вот я вам показываю разновидность вот это вот овес как я поняла вот так вот сухо вот как это они же они все уже сколько лет они в этой подсолнушке покажу подсолнушки Солнышки. Ну да. Я не знаю, что это за ягода. Это калина. Сибирякам удивительно будет, что калину продают на букеты. Ну, красивая. Да, это на ютубе. В интернете. Так, ну вот. Смотрим. Я вот здесь хотела у Аллы еще показать вам. Бегонию декоративно-лиственную хотела показать. Так, питунья ампельная. Она вот продается до самой-самой осени. Калибрахуа, миленькая. Я как-то прохожу молча мимо нее. Ну, уже как-то набила оскомину. С другой стороны, кто-то, может быть, и не знает, что это калибрахуа. Это ампельная. Ну, то есть, я так поняла, что это разновидность питуней. Вот папоротники вот эти. Просто вот каждый раз прохожу и восхищаюсь. Не знаю, сколько стоит. Хозяйка занята. По телефону разговаривает. Да, вот клубника, да, я так поняла, ремонтантная. И вот такая вот красненькими цветами цветет. Ну, это я не видела такого. Обычно клубника белыми цветет, а это красненькими. Ну, она уже завязывается. Вот смотрите. Вот уже ягодки появляются. Можно как украшение и двойное удовольствие. И ягоды, и цветы декоративные. Но ягоды, я так понимаю, удобные. Теперь вот бегония декоративно-лиственная снова. Это вся серия Рекс. Вот эта вот крупная, серия Рекс крупная. Листья будут большие. Просто это еще детка маленькая. А это вот тоже серия Рекс, но мелколиственные. Вот эта 250 крупная, а мелкая 200. Вот с розовеньким. Очень даже мне нравится розовенький листочек. Ну, и такие тоже вот неплохие. Ну, это мелкие листья будут. И кустик меленький. Вот сейчас я вам вытащу, покажу. Вот, посмотрите. Ну, вот это 200 рублей стоит. Ипомея. Ну, ипомея я не знаю почем, но я так думаю, что вот кусты большие и горшки большие. Ну, не дешевле, чем 250. Ну, это Вася Ёлкин. Наша знаменитость. У него все хвойники, мне кажется. собрал все, что можно. Я была, кстати, у него дома. У него эти хвойники растут такими огромными-огромными деревьями. И он как раз, когда мы у них были, и они приглашали ландшафтного дизайнера, и он подстригал у них вот эти хвойники. Прям специальная машинка такая, вот, которая на стул он вставал и вокруг форму придавал. То есть, какую форму хочешь, такую и получишь. Они тебе и подстригут, ну, как баллонку. А вот то, что вот обстриженные кончики все, Вася все укоренял. Там было мешками. Так, дихондра. Сидрина. Вот это вот не знаю, что. Вот это не знаю, что. Не знаю, что и для чего, и где оно растет. Олеандр. И комнатный. Это уличный розовый цветет. Уличный и не замерзает зимой. Замерзает. Да, вот, смотрите. Это опять у Васи Ёлкина. Олеандр пестролистный, не замерзает, цветет на улице. А если сибирские морозы? Нет, на север не пойдет. Нет, у нас только, да? Не только у нас. То есть, она растет лучше, что можно. И черенками, да? И черенками, да. О, вот это я первый раз вижу. Ярко-красный. Что, ярко-красным цветет? Да, ярко-красный и розовый цветет. Да, а сколько стоит вот такой? 300 рублей. 300 рублей горшочек. Давайте, приезжайте. Вот это что? Это ива, розмарина листная. Ива? Ива, розмарина листная. Ива, розмарина листная. Первый раз слышу. Раз ива, значит, быстро размножается. Правильно? Да, черенки будет. Хорошо живет, переносит морозы. Так, сейчас я понюхаю. Не, она не пахнет. Она так называет. А, ну по листу розмарин. Розмарин такой же лист. Вот это очень красиво. Вот это что? Будлея. Разных расцветов. Вот смотрите, темная такая. А, Билетово продал. Возвольный, Билетово и Синее. А, еще и Синее, да? А, и Желтая. Желтая, а вот продал. А, Билетово. А, Билетово. А, Билетово. А, Билетово. А, Билетово тоже на улице. Билетово вообще без проблем. Да, это двухметровые кусты. На них ребят бабочки. Они как сирень. А, очень обильно цветы. Медонос, да? Медонос, получается, раз бабочки, да? До двух метров высотой. Не замерзают. Укрывать не надо. Куст весь усыпан вот такими вот колосками. Вот, да. Вот такие соцветия. Значит, синее, розовое, фиолетовое и желтое. Вот желтую продали уже. О, она чуть ли. Ага. Ну, вот все. Все. Инжир. А, вот инжир. Инжир. Я в прошлый раз показывала вам инжир. Посмотрите уже. Это ж карликовый инжир получается, да? Да, не высокий. Вот просто это ради из ранних сортов, которые вызревают у нас. А, которые у нас вызревают. Ну, прям вот я не знаю. У нас тепло, есть тепло. Прихожу и как хочется купить. Да, у нас мало тепла, поэтому он супер ранний. Видите, он зиму уже с инжиром выходит. То есть, его надо укрыть с инжиром, а зимой, вместе с ягодами укрыть? Да, нет, вы его укрываете, он уже ягоду залаживает в зиму. А когда раскрываем, он уже небольшой, у него как точка ягода уже. И он рано выстревает. Успевает, да? В начале сентября уже можно ягоды плоды срывать. А вот они такие же мелкие остаются, плоды, да? Нет, нет, крупные. Это крупный синий инжир. Крупный синий? Крупный синий, да. А сколько такой куст стоит? 150 рублей. 150 рублей за дарма. Да, цены реально. Да, то есть, получается, раз такой кустик маленький уже с инжиром, то есть, вы посадите, и уже в первый год можно получать уже плоды. Вот. Вот у меня места нет, посадить некуда. Люди приходили по вашему великому. А они дали у вас самобычная баскетал, и я вижу. Ну вот. Так, что у него ещё новенького? Ну вот, не знаю, я особо не разбираюсь в этом, поэтому даже не знаю, что вам конкретно показать. Ну вот, показала то, что меня заинтересовало. Так, это розы. Карликовые, как я поняла. Розы. Вот это анимон, да? Вот это анимон? Это гербера. А, гербера. Что я путаю вообще? Это гербера. Карликовая. А вот скажите, она как размножается? Семенами. И чем корнем? А, делением куста и семенами. А, вот. И на зиму он не зимует, да? То есть его надо в теплице. Замерзав. Теперь суккуленты. Ну, я вот это так поняла, что это всё комнатное. Ну, хотя бы полюбуйтесь, посмотрите. Ну, цену... А скажите, сколько? Сот пятьдесят. Сто пятьдесят. Сто пятьдесят рублей одна штука. Могу вам сказать, что это очень дёшево. В магазине такое вот до трёхсот. Это же ползучка? Да. Ну, она многолетняя? Да, да. Как быстро она расползётся? Это вот об этой ползучке речь. А вот эта вот тоже комнатная, да? Или уличная. Что у меня такая есть? Я пытаюсь её на улице приучить. Вот эту. Коллизия розовая. В какую цену? Сто рублей. Вот этот маленький горшочек. Ну, розовая дорогая. Она очень медленно размножается. Ну, и всё-таки декоративность по сравнению с зелёной намного выше. Пеларгония пестролистная. Ну, остальное такое банальное. Это плющелистная пеларгония махровая. Плющелистная пеларгония махровая. Я так поняла, что оно пахучее, как разновидность мяты, да? Да. Да, вот эта вот разновидность мяты, и она немножко...